Ну что же, началось снова. Я говорю о том, что 21 января в Казани, во время официального визита, руководитель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин снова поднял идею объединения территорий в Поволжском федеральном округе. Миниханов с жаром поддержал создание некой Поволжской агломерации с центром в Казани, как выразился господин Кудрин. Ну, наверное, это неудивительно, что Миниханов поддерживает подобные идеи, особенно когда ему предлагают, по сути, возглавить эти агломерации. Само по себе слово «агломерация» звучит достаточно непонятно, и хотелось бы понять, что под этим всем подразумевает господин Кудрин, какие цели и задачи стоят у этой затеи. Ну, собственно, Кудрин достаточно мутно и смутно очертил задачи этой перспективы. В общем-то, он предложил усилить лидерство Татарстана в Поволжье и тем самым ускорить экономическое развитие всего макрорегиона. Ну, прямо скажем, звучит это абстрактно и слабенько, да и тема, в общем-то, не нова. Еще во времена Гражданской войны товарищ Сталин и башкирский коммунист Харис Юмагулов продвигали идею объединения Татарстана и Башкортостана. Ну, тогда как-то не задалось, особенно учитывая то, что шесть раз туда-сюда прокатилась волна Гражданской войны по обоим территориям, все смешалось и кони, и люди. В общем, конечно, не очень тогда было время для этого, однако разговоры шли уже тогда. И еще тогда господин Валидов, Ахмед Заки Валиди, говорил, например, о необходимости единого литературного языка для татар и башкир. Ну, в общем, были такие идеи, им уже больше ста лет на самом деле, и вот теперь они снова возникают. В конце 20-го, в начале 21-го века многократно говорили о возможности, о перспективе, о предполагаемости объединения Татарстана и Башкортостана. Ну, тогда, конечно, это была идея встречена в штыки, тогда федерализм был на подъеме, тогда татария и башкирия были отдельными, такими одними из самых ярких регионов, которые даже осмеливались время от времени спорить с Кремлем и чего-то добиваться. Но, повторюсь, идея не нова, и периодически она всплывает в устах разных и разных деятелей. Важнее понять, зачем сейчас об этом заговорили и зачем бы это могло быть нужно сейчас российской власти. Потому что Кудрин, это, конечно, плоть от плоти команда Путина, каким бы либералом он себя не выставлял и как бы он там не конфликтовал с Медведевым. Однако, Кудрин, это, конечно, питерская команда, такая густапсовая, исходная, исконная, пасконная команда Путина. Соответственно, сомневаться в его полномочиях и в его заряженности на цели самой федеральной российской власти, наверное, не приходится. Так вот, зачем нужно объединять регионы или начинать об этом говорить? Речь идет, конечно, о том, что Путин и особенно поздний Путин, нынешний Путин, тяготеет к унитарному государству. И федерализм устройства государства российского абсолютно непонятен людям. В общем, голова которых натерта фуражками НКВД, КГБ и ФСБ, они в принципе не могут понять, что это такое федеральное государство и как оно управляется, да и зачем вообще с этим мучиться, когда можно выстроить единую звенящую вертикаль власти с единым начальником и каким-то количеством феодалов-управленцев на местах. Так вот, 80 плюс этих феодалов-управленцев, это, конечно, для них многовато, за всеми не уследишь, они озоруют, воруют, хулиганят, да еще и чего-нибудь там норовят посамостоятельничать, так что вот нужно сокращать. Очевидным образом, концепция укропления регионов витает в головах многих-многих кремлевских больших начальников. Собственно, в этом суть. Укропнив регионы, посадив одного начальника на 5-6 нынешних регионов, значительно проще им управлять, да и, собственно, концепция полного выхолощивания власти как государственной, как демократической власти в стране, она абсолютно очевидна. Мы вот буквально недавно услышали о том, что башкирские парламентарии, беру это слово в кавычки, одобряют инициативу об отмене, в принципе, сельских советов и глав сельских поселений, то есть где-нибудь там какого-нибудь в 28-м году, начиная с 23-го, власти у нас сконцентрируются в руках губернатора. Ну, собственно, все вот это вот звенья одной цепи. Вернемся к Миниханову. Миниханов, конечно, злорадствовал от души. Ну, собственно, наверное, казанская агломерация с Казанью во главе не может быть не близка к казанскому лидеру. Ну, собственно, и безнадежно отстающий Башкортостан дает к этому все поводы. Башкортостан, который давно напоминает заглохший колхозный грузовичок, катящийся с горы Куштау, в кузове этого грузовичка сидят примолкшие баянисты, гармонисты и пьяненькие сельские девушки, воплощающие собой нашу нынешнюю башкирскую власть. В общем, конечно, у Миниханов карты в этот момент были все в руках. Он действительно возглавляет лидирующий в Поволжье регион, а мы на фоне этого региона выглядим весьма бледно. Ну и что теперь делать? Как нам ко всему этому относиться? Что, как вообще дальше все будет? Я не знаю. Ну, полагаю, что это было со стороны Кудрина, конечно, был некий пробный шар. Это была попытка прощупать ситуацию, понять, кто как к этому отнесется, насколько взвизгнут на места местные элиты и элитки, и что они там, значит, противопоставят этой идее. И будут ли протесты? Ну, во-первых, давайте так, зададимся вопросом. А они были, когда меняли до неузнаваемости Конституцию Российской Федерации? Не было. А были протесты, когда подняли пенсионный фонд? Вернее, пенсионный возраст, простите, не было. Ну, или когда, в конце концов, решили отменить сельские советы и глав сельских поселений, что люди вышли на улицу в защиту своих прав и своих конституционных возможностей? Ну, конечно, нет. Ну, так что и сейчас, наверное, не будет. Найдут длинное, мутное объяснение необходимости этому объединению, усиление, упрочнение, там прочее-прочее, еще какие-нибудь врагов снаружи приплетут. В общем, объяснение будет найдено. Первый канал не дремлет, будет работать на полную катушку. Нам остается только наблюдать со стороны за тем, что вытворяют власти с нашей страной. Ну, и понимать, что в заглохший грузовичок, катящийся под откос, превращается не только наш Башкортостан, но и целиком вся Россия. Субтитры создавал DimaTorzok